Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Вот уже несколько сезонов подряд телезрители всей страны, рязанцы в том числе, болеют за участников такого известного телепроекта, как «Голос». Наконец-то появилась возможность болеть за нашу землячку. Элла Хрусталёва сегодня в нашей студии. Добрый вечер ещё раз. Добрый вечер. Хорошо. Мы показали сейчас в выступлении, как это было, что испытывали вы на самом деле. Потому что то, что идёт после монтажа, понятно, там буквально чуть-чуть. Я не испытывала волнения, я сразу скажу. Даже моя группа поддержки, мои подруги сказали, у тебя не дрогнул ни один мускул, как будто бы это было кафе «Фонтан» или старый парк. Ты села за рояль и сыгралась вот так, как это играешь обычно. Но на самом деле я не волновалась. Там действительно очень приятная атмосфера. И напутствует хорошо. И Дмитрий Нагиев очень такой приятный, адекватный. Он очень чувствует ситуацию. Он буферизирует многие моменты. То есть ты нервничаешь, он говорит какую-то шутку. Я правильно понимаю? Уловила? Да. Он создает атмосферу, очень благоприятную для того, чтобы человек раскрылся в нужном направлении. Ни в коем случае не сбивает его с настройки. Я считаю, что он подпитывает таким образом. Почему выбрали именно эту песню? Это сложный репертуар. И многие считают, что перепеть Аллу Борисовну – это очень сложная задача, невозможная. А кто-то считает, что наоборот песня абсолютно не голосовая и не показательная. Александр Борисович Градский очень угадал в своем комментарии. Он сказал, что девушка сделала ставку на общую музыкальность. Ну, наверное, приоткрою секрет. Не только я участвую в выборе песни. Нам предлагается на выбор определенное количество. И далее мы выбираем из списка, а потом уже выбирают команду музыкальных редакторов. Мы показываем, на что мы способны. И из этого, из всего делается такой определенный выбор. Но я показала то, в чем я себя очень комфортно чувствую. То, что я давно пою на концертах. Мы с вами, дамы, достаточно взрослые. А все, что происходит на сцене, это все-таки для таких самых начинающих. То есть преимущественно берут все-таки помоложе. Есть какая-то разница? Вы почувствовали? Кто сказал? Нет, я совершенно с этим не согласна. Вы знаете, там огромное количество было на кастингах людей. Ну, непреклонного нет, но такого нормального возраста. Ну, вот где-то года 23 вам примерно. Ха-ха. Мы ровесницы с Джулией Робертс. Отлично! Хороший ответ. На самом деле, вот это европейский подход. Ну, молодняк, молодежь, она все равно себя реализует где-то. И молодая энергетика, она все равно найдет выход, да, как вода, которую заперли в какой-то там туннель. Все равно она будет искать выход к своему творческому началу. Вот. А есть люди, которым есть что показать, которые, в общем, со своей какой-то темой, может быть, да, в творчестве. Это интересно посмотреть. Зачем это нужно вам? Вот если честно. Попробовать свои силы, понятно, но это молодежь. Хотим попробовать, чтобы нас заметили. Мне кажется, у вас какая-то должна быть иная цель, более глубокая, что ли. Может, она настолько глубокая, что я сама ее не осознаю. Вообще, мне кажется, плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом. И, наверное, артисту хочется какого-то, может быть, большего диапазона влияния, может быть. Может, там амбиции какие-то там говорят, которые я еще сама не понимаю. Просто мне всегда смутно так казалось, что то, что делаю я и мама джаз, предположим, да, это может быть интересно большому кругу людей. Вам самой понравилось, как вы выступили? Вот в этой наивной уверенности, что это может быть интересно, я, собственно, вот и пошла. Наивная такая рязанская певица. А кто-то из членов жюри действительно удивил вас? Тот же Григорий Лепс, который повернулся, от него ожидали такого поступка? Шла на сцену с намерением спеть песню. Вот я даже не ожидала никаких реакций. Повернется Баста – прекрасно. Повернется Гагарина – замечательно. Александр Борисович – божественно. Григорий Викторович – неожиданно это было, на самом деле. Неожиданно. Для всех, мне кажется. Да, да, да. Но потом, когда начинаешь анализировать, это кажется настолько логичным. Потом, когда уже отсматриваешь записи, видишь его выражение лица, когда он слушал, ну, все кажется логичным. Он сопереживал, и мне настолько показалось близким. Вот это вот, наверное, что-то помимо уже… Вот художник делает определенный какой-то свой творческий продукт, а уже как там нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот где-то отзывается. Значит, какая-то была вибрация послана, которая была ему близка. Слава Богу. Скажете, что они там живут все время, чего-то готовятся, репетируют. Это не так? Это не фабрика. Звезд нет. Каждый живет сам по себе. Вот. Репетиции, да, есть. И есть репетиции просто… Поскольку следующий этап, ну, это уже очевидно, это дуэты, да, это как бы по схеме уже известно. Репетиции с партнером, потом репетиции с оркестром, запись и так далее. Очень много отзывов, кстати, об оркестре. Действительно помогает? Столько теплых слов слышится ото всех? Я пела без оркестра. Да. Но он шикарен, могу сказать вам точно. Вот, кстати, когда была репетиция, Сергей Сергеевич Жилин потом подошел ко мне и сделал несколько очень дельных замечаний. Вот. Я ему очень признательна. Хотя я попыталась поспорить. Ну, не то чтобы поспорить, а как бы… Свою точку зрения. Мне хоть такую альтернативу, да, мы там немножечко на культурологические темы с ним побеседовали по поводу интерпретации известных произведений. А с наставником уже есть какие-то, ну, не то что трения, а творческие, скажем так, притирки? Нет, трений никаких. Нет, он очень лоялен и вообще очень доброжелательен. Там будем посмотреть всё по результату, потому что сейчас такие все радостные, знаете, такой… Ну да, сказка началась, но она ещё пока ничем не закончилась. Как будто весна на душе, да, такие все надеются. А потом начнётся вот самая такая жесть. Настолько слаженная команда на Первом канале. И свет, и звук, и ассистирование, просто ведение тебя там от и до, это создаёт настолько благоприятное впечатление, это будет такое ощущение, что тебя там, ну, на руках почти носят. Тебя ждали, тебя слушают, это очень важно. Да, к тебе очень внимательны, тебя воспринимают как человека давно знакомого. То есть ощущение такое, что мостик протянут, это очень хорошее ощущение. И, конечно, вот купаешься просто в звуке. Вот берёшь там первые аккорды какие-то, из-под пальцев льётся звук, и тебе кажется, что он льётся просто отовсюду, а не только вот из-под крышки рояля. Вы можете открыть один маленький секрет, когда мы вас снова увидим на больших экранах? Это будет в октябре. Да, следующие этапы у нас в октябре эфиры. Мечта какая-то есть, с кем-то спеть, что-то показать. Сейчас, может быть, есть какие-то переживания, вы уже знаете, что вы будете делать. Спеть с наставником, наверное. Нет, я пока не знаю. Я пока прислушиваюсь к тому, как повернётся... Фортуна? Фортуна, да, колесо её. То есть это просто новый интересный этап, и вы возьмёте из него всё, что можно взять? Мне кажется, да, это самое, наверное, разумное, что можно сделать, в принципе, для каждого. Конечно, каждый будет бороться за своё место в проекте, безусловно. Но по моему убеждению, да, по моему опыту, если ты настроен всё-таки на творчество, на песню, а не на то, как подтолкнуть соперника, всё-таки, наверное, успеха будет больше в любом случае. Даже если ты уходишь из проекта, сохраняешь просто чувство собственного достоинства, и своё лицо, и своё творческое «я», вот, это в любом случае лучше, чем если ты, там, попытаешься как-то интриговать или перестанешь быть самим собой. – Илла, я вам от всей души желаю оставаться самой собой. Вы замечательная, вы искромётная, несмотря на то, что вы очень спокойная. Вы прямо хорошо с вами. Я желаю нашим телезрителям не пропустить это яркое выступление. А это была программа «Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова